Предлагали биткоин по 60 центов. И ты не взял? Почему? Не, я никогда не отказываюсь. ФОМО. Ферринг оф миссинг оппотюнити. Доллар по 40 что-то был у нас. Когда вейпер идет, его надо обогнать и выдуть в два раза больше. Всем привет! Это Гагарин Шоу. С вами бессменные ведущие. Владимир Носов, Глеб Ушаков. Не спрашивайте, куда пролебался Феликс, потому что никто не знает куда. Здравствуйте, с вами Миша Крупин. Это самое главное, что могло с нами случиться в этом году. С нами Миша Крупин. Я в красном бархате, ты вся шикарная. Виски со льдом, мне виски со льдом. Все вдруг хотят мои виски со льдом. Вот я проститутка. Я фея из бара. И что-то мне подсказывает, что сегодня будет весело. Подписывайтесь на их канал. Он общий. Колокольчики, лайки и донаты. Это очень важно. Заставку, я не знаю, что еще сказать. Первая заметка на тему псевдонимов. И, значит, указаны следующие. Мойша и Туман. Почему Туман понятно? Мойша непонятно вообще. Туман понятно, Мойша непонятно. Ну, Мойша, знаешь, такая кличка, знаешь, типа уличная, блатная, как бы. А Туман, ну, у меня фамилия Туманов, настоящая моя. Прикольно. У меня нос. Да? У меня ушаков. Носов и ушаков, да? У меня свишки. А у меня должна быть Ротов фамилия. Ну, чисто гипотетически, да. Не, Ротан. Ну, даже имя должно быть тогда Иларион Ротан. Это было бы хорошенечко, я считаю. В множестве интервью упоминается, что Миша любит вейп, к слову. Почему, Миша? Слушай, ну, я курил много сигарет. Бросил, что ли? Да. Как это сделал? Прям. Я один раз бросил в 20 лет, а второй раз бросил вот недавно. Ну, 5 лет назад. И все, и 5 лет не куришь вообще? Курю вейп. Вот такую вот маленькую штучку. Ну, чтоб. А не было у тебя такого, чтобы на улице, знаешь, ну, как бы стишку стреляют, типа? Нет, на улице, на улице, когда ты видишь вейпера, это, не, это особая ситуация, знаешь, это вот как ты, допустим, в Турции видишь русского, да? Ну, в смысле. Ты ожидаешь подачу какую-то, да? Нет, ну, в смысле, ты себя как-то так собрано начинаешь немножко вести, как бы, вот, и когда вейпер идет. Я когда в Турции вижу русскоязычного, я думаю, блядь, ебать понаехали. Нет, 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 это не про это. Короче, и вот вейпер идет, он делает на пас, и типа дует, выдувает на всю улицу. Знаешь, что я делаю? Выдуваешь два раза больше? Ты думаешь, я это просто так оставлю? Нет. Я его обгоню. Так. Напаснусь именно максимально. Ты, получается, как велогонщик, который следует за... Да, да. Красиво, и у тебя получается... А еще, знаешь, точно так же, когда на дороге, в машине, тоже впереди едет вейпер какой-нибудь, и выдувает в окно. Его надо обогнать и выдать в два раза больше. Мне похуй. И нападать еще, блядь. Госрайтер Титамира? Госрайтер? Кто такой госрайтер? Госрайтер. Призрачный. Расспросите, что с Богданом сейчас происходит? На ЧБД он был в очень странном состоянии. Титамир, к слову, Иссун. Это слова Феликса. А, Феликс. Никакого аж Феликса не существует, правильно я понимаю? Слушай, а давай ты сейчас, чтобы точно развеять. И у него фамилия еще Редька, пусть будет. Такого не бывает реально. Ладно. Так, что с Титамиром? А с Титамиром писал ему гострайтинг. Гострайтинг – это когда ты призрачный писатель. Я писатель-призрак. Это очень громко звучит, но просто писал песни и писал и продавал. А, я понял. И какая-то из твоих песен, которые ты сделал, взлетела? Да. Какая? Я не знаю, просто что ты имеешь в виду взлетела. Заработал ли он бабок на моих песнях? Ой, давай не будем считать чужие бабки. Нет, будем. Надо посчитать процент правильно. Я написал песни такие, как «Кризис не касается». Будет дальше, если кризис только начинается. Я не знаю, меня кризис не касается. Бля, серьезно? Да. Охуеть. Я вообще весь двойной альбом написал, если ты не в курсе. Я не в курсе, я извиняюсь. Вот. Вот все эти песни я написал. «Грязные шлюшки», «Тикси любят баксы», «Кризис не касается». Нихуя себе. Там хуяная, там волейболисты. Ты что делаешь вообще? Ты что, неадекватно совсем? Ты как столько хитов хуячишь без остановки? Ну, вообще остановки есть, как бы. Вполне себе нормальные. Нормальные. Надо же когда-то тратить заработанное. Да, да. Так, ну мы еще об этом поговорим. А пока что. Мы, значит, следующий. Крупин снял седоковый клип на популярную песню небезопасно. Ничего с ней не было. Это ты сразу отвечаешь на вопрос? Ну, типа, да. Но вопрос там был в другом. А. Миша, да, ты поспешил. Блин. Так, речь была о том, что клип снят на телефон. И тут же, значит, человек, который написал этот текст, говорит о том, что хитовые клипы ты снимал на телефон еще задолго до Моргенштерна. Ну да. Почему ты решил снять этот клип на телефон? Вообще я его не решил снять. Мы снимали клип нормальный, человеческий, там полноценный клип сняли с... У нас даже съемки были, знаете, с кем? Где съемки были? На концерте у... Как эту тёлку зовут? Ой. Сейчас. Дженнифер Лопес. Нихуя себе. Запись клипа у нее на концерте? Ну, короче, у нее было два концерта. Один в Москве, другой был в Киеве. Вот. И вот когда был у нее в Москве концерт... Мы снимали на телефон возле сцены вот этот фит с Джей Ло. Мы снимали, она подарила Ане Седоковой, подарила бутылку шампанского. Я в ответ. Ты думаешь, я бы промолчал? Нет. Нет, я... У меня благородный жест. Я ей передал. Пошел в переход, купил за свои деньги. Это вообще странно. За свои бабки. Вот это странно. Купил львовское пиво. А что ты смеешься, оно не копейки стоит, ну, типа... Переходя во дворца спорта. Я не ору с цены на этот продукт. Несмотря на то, что там была 15-процентная скидка... Поэтому выбор пал на него. Когда он чайку включает, это очень... Я... Это чайка сейчас была, да? Чаечка. А за это донатят? Ну, это обсудим. Я подошел к ее менеджеру и на своем харьковском английском языке объяснил, что давняя украинская традиция дарить пиво и пить его утром. И я это абсолютно на серьезных... Щах? Щах объяснил ему. Ну, типа, ты понял? То есть он реально тупо поверил. Я, знаешь, я представляю, как Дженнифер Лопес утром после концерта. Хах! 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 А знаешь, что она сказала? Такая... Ебать он красавчик. Ебать красава! Хах! Ебать традиции, конечно, не просто так. Такая, охуенно! Охуенно! Хах! 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 Так что передал ей... Да, а клип этот в итоге мы доснимали, еще мы прилетели еще в Киев, что-то там доснимали. И в итоге мы потом посмотрели, и пока мы летели как раз из Москвы, мы в пробке это все сняли на телефон. Пробки? Авиапробки? В... В... Не буду уточнять в какой. Хах! Ты понял, да? Да. Шутка, да? Классная? Да, это все хорошо. Хах! Короче... И мы сняли вот это промо... Хах! Только дошло, да? Хах! Пробки, да? Хах! 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 И потом не спрашивайте, почему у меня такие говеные клипы. Хах! 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 Харьковчане до сих пор помнят его выступление с группой «Дядя Вася» на центральной площади города. Господин Крупин читал для нескольких тысяч зрителей песню с припевом один из фанатов «Я тебе набью ебало», «Я тебе набью ебало», «Старый». После этого мэрия запретила выступление «Рэдера» на городских мероприятиях. Хах! Выступает! Выступает господин Крупин. Хах! С композицией! А какая же композиция, вы спросите? «Я набью тебе ебало», «Старый». 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 «Да». «Не как бы, а рэпер». «Да». «Как бы рэпером у нас пруть-пруди». «Весь Харьков». «Ебляйте, чуть-чуть Полтавы». «Была у меня ситуация реальная, когда мне предлагали биткоин по 60 центов». «Ты представляешь?» «Ебанись». «И ты не взял?» «Нет, ну знаешь, я как бы не очень понимал, что это такое вообще. Просто мне приходит чувак и говорит, слушай, тут есть криптовалюта, а я только научился…» «Разговаривать и пользоваться…» «Имейлом». «Имейлом, да». «Вот, у меня там MySpace или что там…» «Да, был такой. Я даже не знаю, что это…» «Вот, и он говорит, тема. Я даже не понял, что это, для чего это вообще нужно. А сейчас понимаю, как удобно покупать наркотики». «Крутой тип. Если бы кто-нибудь, почему никто ко мне не подошел?» «Вова, я к тебе подошел. Уже достаточно. Относительно не так давно мне предлагали купить этот…» «Рипл?» «Асик». «Асик» не покупали. «Не покупаешь». «Вот, предлагали. Вот. И Рипл мне тоже, кстати, предлагали. «Понятно». «Этот же человек, я вот здесь». «А что, Рипл – это типа нет?» «Нет, ну просто все люди к этому…» «Рипл – это точно нет». «Рипл – это ракета просто». «Говорят, прям перспективная валюта, нет?» «Очень перспективная». «Нет?» «Она же типа как бы межбанковская, когда ее позиционировали, как межбанковская валюта». «Да, только они в любой момент могут скомануться». «Это любая». «Нет, не любая». «Не, на самом деле смотри, идея Рипла очень крутая. Ну типа изначально вкладывались, там ребята, ну их история такая, что они взяли кредит в 5 миллионов долларов, через какое-то время дали 10, потом 25, потом 50, и потом по-моему там порядка 100 миллионов дали кредит. Сейчас их капитализация там, я не знаю сколько там, 3 миллиарда, если не больше. Вот идея в чем, то есть они заключили договора с банками и, например, если ты хочешь с одного банка, например, у тебя деньги в United States. «Ничего страшного, Рипл никакого отношения не имеет к тем контрактам, которые ребята подписывают банки». «Я понимаю, я же говорю, идея типа, что они пропихивают массы, что вот идея в том, что у тебя есть счет в United States, и тебе нужно, например, в Токио перевести там иену. Ну если ты отправишь обычный банковский перевод, то там нужен банк-корреспондент, свиф-платеж, документы, на основании чего ты отправляешь, кто получатель, тоже его документы, тот будет получать, скажет, за что тебе пришли денег, короче, ну пока их снимешь, ну то есть это очень долго, это очень затратно, это куча документов, куча всего. А так, ты якобы со своего счета за доллары покупаешь Рипл с банковского, то есть ты делаешь перевод с банковского счета США на другой банковский счет США. Сейчас ты изучил вопрос, я думал, ты просто спекулянт вонючий, а ты? Ну да. А эта компания Рипл делает тебе перечисления в токийском банке, ну в японском банке, тоже со счета на счет внутрибанковский типа перевод. И, соответственно, деньги тебе очень быстро долетают типа со счета на счет. Вот такая вот интересная штука. А у тебя есть какая-то криптушечка немножко? А сегодня появится? Во-первых, да, сегодня появится, но смотри, тут же как бы не из налоговой мысли, ну чуть-чуть же есть, вообще никак. Вообще так получилось. А если дадим? Почему? Нет, я никогда не отказываюсь. Ну, если пиздать, я не отказываюсь. Это будет заголовок, мне кажется, я никогда не отказываюсь. Миша Крупин, я никогда не отказываюсь. Журнал «Отдохни». А за концерты с тобой пытались рассчитываться в крипте? Ну, хотя бы тема типа поднималась? Тема была. Была? Прикольно. Тема была. А как это было, ну там, типа давай мы тебе в крипте переведем. Это было как раз 14-й год, когда у нас с долларом. Да ты меня просто убиваешь, подожди. Тебе в начале подошел какой-то тип, предложил по 60 центов купить биткоинов. А тогда он стоил 250 за единичку. Сколько? 250 долларов за один биток было. В 2014-м? Да ладно. Он же в 13-м вырос до 1300. Да, Миша. Потом был обвал. Ну, я не знаю, может 250-300, правильно? Где-то так. И сейчас вот тот первый человек, у которого псевдоним Мойша, должен как бы пересчитать все. Да. И осознать всю херню вообще этой ситуации. Не, я все осознаю, ребят, нашего уже время. Шлемазл, знаешь, что такое шлемазл? Ух ты, ешкин ты, каналаш. И наша популярная рубрика поясни за шлемазл. Это если, допустим, я шлемазл, и я хочу заняться бизнесом, и я, допустим, захочу продавать светильники, то солнце перестанет заходить. Понимаешь? Шлемазл, это точно. Это когда ты заходишь на хаях, ты уедешь на хуях. Это вот в принципе оно. Да. Шлемазл. Это самое охуительное пояснение. Шлемазл. Это просто лучшее. Просто лучшее. Это я запомнил. А ты знаешь, что сейчас очень популярная болезнь FOMO? Фомо? Не. Фомо. Faring of missing opportunity. Правильно ж? Да. Потеря поддержки. Короче, нет, это ты вот, например, типа продал доллар по 30, а он завтра 35 стал. Сука, бля. Ты жалеешь. Он послезавтра на 40. Он послезавтра на 40. Он послезавтра по 40. Ты заходишь по 40, а он падает на 20. У меня с гитарами такая хуйня. Постоянно, знаешь, какую-то ищу гитару, покупаю, знаешь, блин, покупаю ее там за какие-то бабки, потом смотрю, тупо на 500 гривен дешевле. Не, на самом деле FOMO это когда ты, например, продал по 10, а на следующий день 15, 20, 25, и вот ты реально сидишь, думаешь, ну надо же было продать хотя бы по 15. FOMO это потеря упущенной выгоды. Боже мой, это неприятное ощущение. Это сейчас прям болезнь, которая, ну… Я считаю, что в этот момент надо кидать таксистов. А почему? Ну а на ком ты еще отыграешься? Вово в село уехал. Фух. Для наших подписчиков. Ставьте лайки. Если вы переживаете, что вы не купили биток по 5 и вот сейчас по 19 не продали, то ебашьте таксистов. Да. И если вы работаете в такси, просто не попадайтесь нам… Не, подожди, таксистам надо тоже кого-то ебашить. А у них и так все телефоны забывают постоянно. Они их никогда не возвращают. Вон такси возвращают. Ну, слушай. Один раз… Один раз… Один раз… Один раз… Пиздец. Давайте нахуй эту криптовалюту поговорим просто. Про таксистов? Я кинул много таксистов и вообще нету никакого угрызения совести. Поэтому у тебя единичка, да? Однозвездочка стоит у тебя? Нет, тогда, когда я их кидал, еще не было приложений. Я чисто именно ламповым способом это делал. Аналоговым. Такой таксист довез, понял, разворачивайся. Так что платить будем? Тут фонарик ему въебало. На! И убежал. Сейчас подождите пять минут. Так, а нам кто из гостей рассказывал, что он говорит, приезжал сейчас, говорит, сейчас я за деньгами, заходил в подъезд сквозной, выходил через заднюю дверь и заходил в другой дом спокойно. Слушай, берешь просто обычно, вытаскиваешь из себя пакет с мусором. Берешь обычного таксиста. Да, берешь пакет с мусором, как будто у тебя там, ну, вещи там ценные твои. Да, да. И выходишь из такси, оставляешь сумку и говоришь, я сейчас приду. Мусор выкинул и на таксисте ездил. Способов много, ну, как бы. Это очень жестко, конечно. Это надо реально звонить в те службы, которые еще до сих пор не имеют приложения, типа 2002 какие-нибудь или еще. 3000. Нет, 3000 это что-то, он такси, это по-моему они, или 2000 они. Ну, короче, да, вот звонить в такие службы и вывозить мусор на край. Три-ты-ся-чи. Опа, три-тысячи. Опа, три-тысячи. Бесплатно набери. Да, это ты писал? Ты гострайдер? Нет. Мешали. Друзья, с вами Миша Крупин. Подписывайтесь на канал Гагарин Шоу и ваше счастье будет гарантировано. Лайки еще, лайки. Класс. Ставьте, не забывайте лайки, колокольчики, впадобайки и все остальное. Впадобайки. Да, про впадобайки не забывайте, пожалуйста. Топ-менеджер Твич инвестировал в биткоин четверть своего капитала. Миша. В один биткоин. Лоха вставили и здесь. Директор по продуктам, мобильным играм и развивающим рынкам стримингового сервиса Твич Шаан Пури Диверсифицировал собственный инвестиционный портфель, направив 25% средств в биткоин. Что значит диверсифицировал? Разложил яйца в разные корзины. В разные корзины. Расставил книги на разные полки. Скажи, пожалуйста, что нужно было бы сделать, чтобы ты четверть своего капитала вложил в биткоин? Глебу. Что должно произойти, что должно случиться? Ты должен диверсифицировать. Биткоин или свои бабки? Бабки. Хорошо. Поехали дальше. Это лучший ответ просто. В принципе, не добавить, не убавить, как говорится. Не, на самом деле каждый день все новые и новые популярные люди начинают часть своего капитала направлять в биточек. Это очень правильно. Мастеркард и виза перестали обрабатывать платежи Порнхаб. У сайта осталась криптовалюта. Дрочить не передрочить. Ну, их знаешь сколько. Платежные гиганты Мастеркард и виза приостановили прием платежей на популярном порносайте Порнхаб после скандала о его заработке на несовершеннолетних детях. С 2018 года сайт поддерживает платежи Verge, Horizon и Tron. Это в крипте. Это криптовалюта. Ага. Да, такая. Ага, то есть новость говорит о том, что теперь можно рассчитываться криптовалютой даже на порносайте. Давно уже, да. А они сейчас нельзя уже карточками рассчитываться, понимаешь? Они их заблокировали. Но подожди. За Порнхаб в криптовалюте рассчитываться можно, а пиццу в буфете до сих пор так и не купишь. У нас здесь есть наша популярнейшая рубрика, за которую нас полюбили все подписчики и их уже почти 4000. С твоей помощью. Да. А ты подпишешься на нас? Я обязательно подпишусь. Я подпишусь, буду лайкать и присылать вам огоньки. Охуеть, как же приятно. Ну, как тебе такой прикол, да? Как тебе такой? Шет! 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 Камон, шет! Послал огонек. Приятно. И знаешь, такое, типа удивленный смайлик. Ух ты! Прошу. Спасибо, Ксюшенька. Меняю. Ух, ничего себе. Забрала печеньку. Печеньку. Будешь вот такие штуки есть, в эти брюки никогда больше не влезешь. Можно? Я взяла, чтобы это потом тебе передать. А, хорошо. Так вот, Мишанечка. Очень приятный, конечно, момент с подписками. Да. Но у нас здесь есть небольшая игра. Она только у тебя есть или что? Это наша постоянная рубрика, наша постоянная игра, называется Криптокоррупция. О! Криптуция. Криптотуция. Криптотуция. Это хорошее название проекта. Миша, ты автор проекта Коррупция. У меня тут так написано. А криптовалюта настолько активно ворвалась в жизнь, что ей пользуются даже коррупционеры. Мы будем читать тебе новости, связанные с криптокоррупцией. Давай четыре варианта, чем новость закончится. Твоя задача – угадать. Хорошо. Поняли? Давай. Новость номер один. Let's go. Подозрительная новость. Сын народного депутата задекларировал в криптовалюте. Вариант А – 200 гривен. Вариант Б – недвижимость. Вариант В – другую криптовалюту. Вариант Глеб – 23,7 миллиона долларов. 23,7 миллиона долларов? Да. Это четвертый вариант. Да, все верно. И я подскажу, сыну 19 лет. Он охуел? Естественно. Реальный? Да. Чувак, если ты сейчас меня слышишь, видишь, нам есть о чем поговорить с тобой. Обнимаю от всей души. Обнимаю, уважаю. Крипту поменяю. Просто лучший. Я уже пишу хвалебную песню в честь тебя. Ты крутой реально вообще. Все друзья твои вообще говно. Они тебя используют. Знай, лишь только ты на свете есть. А вариант ответа какой? А, так мы же уже обсудили, нет? Это не вариант Г, он же сказал. А, в порядке Г. Все. Господи, вторая. Так, новость номер два. Давай, Глеб. В России… Счет первый не отошел. Бля, вот новость в России – это всегда прикольно. Так. В России с 2021 года чиновников обяжут Варианты ответа. Спорянты ответа. Декларировать криптовалюту, отдавать всю криптовалюту Путину, не инвестировать в криптовалюту – ничего не обяжут. Тут. Там один или два ответа – правильно. Там один или два отправляется. Тут тут. Они идут вначале один, а потом второй. но один там по-любому по умолчанию да это вариант б отдавать всю криптовалюту путина да можно глянуть еще раз следующий ответ да и так инвестировать ничего не обяжут да наверное будут заставлять нет они делают как начале ничего не обяжут потом обяжут инвестировать криптовалюту потом декларировать ее и отдавать путину это все вместе да да это все варианты правильные прикольно последний вариант ничего не обяжут ну такого не бывает то есть если как бы рассматривать с вашей как бы с точки зрения вашей логике правильных ответа не завершается извините мы играем бен гриберт или что а там вот этот красненький это вот в штане фбр арестовала мужчину за отмывание денег через bitcoin как его рассекретили вариант а он напился пришел в участок и сам все рассказал вариант б он выкладывал в инстаграм фотографии где он держит денег больше чем задекларировал долбоев мужчину сдала полиции его обиженная бывшая супруга тоже вариант мужчина отмывал деньги через украинские счета и украинские правоохранители помогли фбр раскрыть преступления то есть и в принципе уже вариант правильный долл я топлю за этот валик но это правильно вариант бы он выкладывал в инстаграм да 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 и он такой звонить типа миша я бы хотел выложить фотографии долбоев не сел бы их тюрьму новость 4 в париже за отмывание денег на криптовалютах осужден мужчина он приговорен к вариант а 5 годам лишения свободы вариант б 228 часам общественных работ вариант в пожизненному заключению вариант г штрафу в 0,87011 штраф в биткоине ну это вариант ответа да 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 вариант г что его приговорили к работам похлеще это что пять лет лишения свободы правильный ответ но не пожизненно ну отмывал бабки пятерку дали ему ну может там еще какие-то были может еще нашли травку у него нет и понял чувак такой чувак отбывал бабки всему всему брайтон бич отдали для за травку не нужно приняли на травке как бы что соответственно ребята еще раз подчеркивает что не стоит курить травку во время отправки bitcoin транзакции ну что же вы не ожидали но вы до сих пор на гагарин шоу скорее всего эти 40 минут были лучшими в вашей жизни и теперь вы как человек ищущий возыщите обрящет обрящет миша крупен обрящет друзья с вами миша крупен я не вижу ваших рук а так попробуй сейчас просто очки очень темные реально я не вижу ваших рук он так и сказал а ну-ка так вижу миш а мы бы попросили у тебя сходить но попросим о другом спеть нам песню песенку про пять минут о любви о любви меня хорошо слышно добрый вечер с вами михаил крупен и я сейчас твою композицию которую я написал будучи юным и неопытным в некоторых вопросах песня называется виски со льдом почему неопытных вопросах потому что ну какой нормальный человек будет пить хороший вискарь со льдом правильно вот так вот песня называется виски со льдом вы ее знаете никто меня сегодня не сможет остановить у бара буду я всю ночь только пить пить и пахать и финишен смотреть футбол все знают когда миша залазит на стол этот скотч холодить мою ладонь руки прочь пей свое мое не тронь эту ночь называй налей вискарь в эту ночь дядя со мной не базарь остатки льда опять на дне одиноко тают все не подливают в ней не подливают остатки льда на дне все они меняют мне надо и дай ты я закипаю виски со льдом не виски со льдом в найду хотя отмои виски со Lichtом все просят бармена об одном я в виски со льдом да не виски со льдом виски со льдом виски со льдом все переворачивается вверхом gambel об этом киски вальтом я не знаю что со мной будет завтра днем Клубами дыма дядя валит из машины Но это было незадолго до того Как я скоро постижно достиг вершины Братья и сестры, вижу всех вас до одного Вон одна сестра, не моя сестра У нее пару рам видно до утра Вон один мой брат, так он мой брат Защити меня, брат, от больших затрат Так бывает каждый раз, так всегда Желаю всем какую-то лажу и всех благ Описываю все четко в цветах Ручьем течет от винта Виски с льдом, виски с льдом Все вдруг хотят мои виски с льдом Все просят бармена об одном Виски с льдом, дай мне виски с льдом Это виски с льдом, виски с льдом Все переворачивается вверхном Виски с льдом, ну а киски во льдом Наливай сначала, мне всем остальным потом Никто меня сегодня не сможет остановить У бара буду я всю ночь только пить и пить И по high definition смотреть футбол Буду громко кричать и клевать на пол Миша, Миша, ай-яй-яй Полный бак не заливай Миша, ты уже готов Наломай сегодня дров Миша, Миша, ай-яй-яй Обратный путь запоминай Осторожно, алкоголь Завтра головная боль Виски с альдом, мне виски с альдом Все вдруг хотят мои виски с альдом Все просят бармена об одном Я виски с альдом, дай мне виски с альдом Это виски с альдом, виски с альдом Все переворачивается обердом Виски с альдом, ну а киски в альдом Наливай сначала мне, всем остальным потом Наливай сначала мне, всем остальным потом Субтитры сделал DimaTorzok Металлист Еее